Первая программа о глобальной сети в отдельно взятом регионе. С вами Альтернатива и я Василий Морозов. Приветствуем! В ближайшие минуты все, что касается телекома, IT и интернета Алтайского края. Почему все так плохо со стартапами? Зачем официальному сайту Барнаула мобильное приложение? Это и другое в еженедельном обзоре IT-сферы. Ельцовский сегмент интернета. Существует ли такой? И чему могут научиться у ельцовчан барнаульские стартаперы? Интернет направо и налево. Почему новый 3G модем перевернет представление об интернете в некоторых территориях края? А также в обзоре благосферы. Как починить смартфон, справиться с троллями и понять, почему голливудские фильмы меняют название России? В этом выпуске Альтернативы собралось много новостей из рубрики «Тлен и безысходность». Мы не специально, просто так совпало. Пытаясь найти вполне позитивную информацию об алтайских IT-начинаниях, мы столкнулись с тем, что многие проекты, которые мы считали перспективными, из-за которых искренне болели, или закрылись совсем, или запуск был отложен на неопределенный срок. О причинах этого мы рассуждать не будем, лишь констатируем. Возможно, не доросли, рано еще. А вот о развитии поговорим. И тем не менее, обзор важных IT-событий недели по версии нашей программы «Цифровой мир на контроле». Начнем, однако, с позитивного. Первое муниципальное Android-приложение появилось на свет. С Google Play можно скачать мобильную версию официального сайта Барнаула. Как сообщается, приложение дает доступ к самым популярным разделам – новости, официальные объявления и прогноз погоды. Однако, больше никаких опций нет, да и то, что имеется, оформлено довольно скупо и малопривлекательно. Но за первый шаг все-таки похвалим. Еще о госактивности в сети. Куда в Алтайском крае можно инвестировать капиталы? Теперь об этом можно узнать, во-первых, на инвестиционном портале, во-вторых, на соответствующей интерактивной карте, и в-третьих, из приложения «Алтайинвест». На портале можно не только почерпнуть нужную информацию, но и даже онлайн подать заявку на размещение бизнеса в регионе. Карта придает наглядности и позволяет сориентироваться в том, где можно разместиться. Ну а приложение – это все то же самое, только для мобильных устройств. Правда, лишь для продукции компании Apple. Android-версии пока не предусмотрено. К другим важным новостям. Портал в Рубцовске.ру претерпел генеральную смену лица. Об этом сообщили нам сами создатели сайта. Новый логотип, размещение разделов, улучшилась навигация. Что ж до контента, то он остался без изменений. Новости Рубцовска, объявления, афиша и так далее. В общем, все, что нужно городскому интернет-пользователю. Главной особенностью нашего портала является рубрика «Прямой разговор», где каждый житель нашего города может задать вопрос представителям власти. Но в планах мы хотим приглашать не только представителей власти, но и известных людей нашего города. Благодаря этой рубрике посещаемость нашего портала увеличилась вдвое. Это и есть принципиальное отличие нашего портала от конкурентов. Интересно, что в Рубцовске помимо портала в Рубцовске.ру есть портал Е.Рубцовск.РФ. Конкуренции, однако, даже в Барнауле такого нет. Сразу несколько интернет-стартапов кануло в небытие. Об этом альтернативе стало известно на этой неделе. Первый – Digital Experience Business. Образовательный портал, на котором предполагались онлайн-курсы, видео и аудиолекции и многое другое. Его инициатор нам сообщил, что развиваться портал в ближайшее время не будет, так как один из соучредителей ушел в другой проект. Пора перестать надеяться также и на запуск путеводителя по алтайским туристическим базам и зонам отдыха «Алтайзум». Его несостоявшийся создатель просто сказал, что работу над проектом он прекратил. Появилась информация, что та же участь постигла и проект «Найду еду». Поисковую систему по барнаульским заведениям общепита. Но выяснилось, что основатели просто решили свое детище основательно переделать. С нуля. То же самое можно сказать и о нашумевшем в свое время приложении для знакомств амбициозном международном проекте с барнаульской пропиской «Айклузи». Такие времена, такие стартапы. Завершим обзор IT-событий все же на мажорной ноте. Проект барнаульских разработчиков из компании «Энтерра» удостоился высокой оценки. Программу распознавания языка жестов и преобразования его в текст отметил интернет-гигант «Интел». Разработка заняла одно из призовых мест в конкурсе, который проводился среди IT-компаний мира. Мы перед собой ставили задачу разобраться прежде всего с самой этой технологией, посмотреть ее возможности и определить, насколько сейчас ее можно использовать в каких-то собственных программных продуктах. Я полагаю, что постепенно, как все новые технологии, она приживется и сможет быть реализуема. А теперь традиционный обзор новостей Алтайского телекома. Мегафон сообщил о старте продаж самого большого 4G-смартфона в мире диагональю в 6,5 дюймов. В Ростелекоме начался учебный год. Пожилых людей вновь обучают компьютерной грамотности. Сибирские сети вдобавок к планшету запустили продажи еще и Wi-Fi-принтеров и телевизоров. МТС предлагает абонентам по акции смартфон-алкотель и получить за это бонус на счет. Дом.ру упростил доступ к HD-телевидению с помощью специального компактного модуля. Еще больше новостей IT и телеком-сферы нашего региона в следующих программах. Ну а сейчас главной теме сегодняшнего выпуска. Как вы помните, говорим мы про невыносимую тленность нашего алтайского IT-бытия. Часто приходится слышать о том, что Барнаул в плане интернета развит довольно слабо. Мол, скорости могут быть выше, стартаперы эффективнее, онлайн-проекты интереснее, а учителя могли бы и получше учить. Со всем этим можно согласиться, но лишь отчасти. Стоит отъехать от Барнаула на несколько десятков километров, чтобы желание на что-то сетовать отпало окончательно. Программа «Альтернатива» отправилась в Алтайскую глубинку и познакомилась с самой продвинутой IT-семьей, чтобы показать простора для IT-творчества в нашем регионе больше, чем вам всем кажется. Это Иван и Людмила Николаевна Деменевы, часть самой продвинутой семьи Ельцовского района. Мама – учитель информатики, у Ивана – компания по оказанию компьютерной помощи. Его отец и брат – все системные администраторы, сестра – программист. Ивана мы застали на работе в 9 часов вечера. Ельцовку называют селом довольно компьютеризированным. Говорит, технику приходится ремонтировать чуть ли не круглосуточно. Когда у нас появился интернет лет 5 назад, АДСЛ, после медленного интернета, тут как сказка просто началась, и люди начали покупать компьютеры. Семья Деменевых причастна к добрым 2-третьям всей интернет-активности Ельцовского района. Два сайта по истории села и каталог ельцовских онлайн-ресурсов. Сейчас они уже не ведутся. Иван участвовал и в создании сайта районной администрации. Пробовал разработать доску объявлений, но проект не выдержал конкуренции с одноклассниками. Каких-то таких интернет-проектов у нас в деревне, к сожалению, нет. Я пытался сделать несколько, не взлетело. Но планы есть. Еще будем что-то развивать. В некоторых селах района до сих пор выходят в интернет через диалап-модем. Более продвинутые предпочитают АДСЛ от всероссийского провайдера. 3G-связь предоставляет лишь один оператор. И то не везде. Людмила Николаевна учит местных детей, помимо прочего, еще и делать сайты. Для них электронная почта – это вот как страница ВКонтакте, в Одноклассниках. А я их понять не могу, почему они мне не могут написать письмо. И вот просто дети другие пошли. Они умеют делать, но не зная основ, а зов. Новых интернет-проектов пока не появляется. Наверное, потребности нет. А может, нужно предложение извне. Пока сеть остается лишь средством общения и развлечения. Не более того. Нет сайта и у местной газеты. На наш вопрос «почему?» в редакции ответили просто «как нету?» Есть в Одноклассниках. Гаджет-анализ тут как тут в программе «Альтернатива». Отчасти продолжаем тематику интернета в деревне. Beeline на неделе презентовал брендированный 3G-модем. Но не простой, а с возможностью Wi-Fi-роутера. Для многих территорий Алтайского края гаджет может просто-таки совершить революцию сознания. Почему? Смотрите сейчас. Если брать Барнаул или другие крупные города Алтайского края, то этот 3G-модем найдет широкий спрос с меньшей вероятностью. Другое дело села или территории, куда проводной интернет еще не добрался. В отличие от многих похожих моделей, у этой есть встроенный Wi-Fi-роутер. С помощью одной флешки подключить к сети все нужные гаджеты, пожалуй, это удобно. О технических параметрах много не скажешь. Сообщается, что максимальная скорость передачи данных до 21 Мбит в секунду. Как и у других таких же модемов, есть слот для microSD-карты. К Wi-Fi подключается одновременно до пяти различных устройств. Мы пробовали три, все работало. Другое дело, какая будет скорость. Понятно, что такие гаджеты напрямую зависят от того, насколько уверенный прием предлагает сотовый оператор. Если ниже, чем 3G, то о высоких скоростях интернета придется забыть. Но прогресс на месте, как известно, не стоит. Так что может быть и в отдаленных селах онлайн-праздник. Ну а теперь традиционный обзор мнений интернет-деятелей и интересных реплик, прозвучавших в алтайской благосфере. Тленный обзор благосферы начнем с блога Дениса Климентова. Он очень, кстати, рассуждает, как бороться с интернет-троллями. Ответ – никак. Hidden Deep сетует, что современные диджеи не используют винил, а значит, взяв диск в руки, не могут предаться ностальгическим воспоминаниям. Айжан попыталась починить свой телефон по гарантии и вывела закономерность. Устройство вам не починят, обвинят в недалекости, и вы зря потратите время. Студия Sibirix сообщает, все неизбежно будет визуализировано. По крайней мере, рабочие процессы у веб-программистов точно, притом уже скоро. Aerebis взгрустнул, глядя на старую фотографию со зданием, и вопросил, как же раньше архитекторы исправляли перспективу, чтобы горизонт на снимке не был завален. Суровый маг негодует по поводу трамваев, появившихся в Барнауле. Говорит, зачем покупали новые, лучше бы старые отремонтировали. Киномир в своем блоге отвечает на извечный вопрос киноманов. Почему фильм в оригинале назван так, а при русском переводе совсем по-другому? Тут лучше прочитать. Напоследок, как водится, насладимся видео. Закончим выпуск не тленом, а ярким, даже ярчайшим пятном. Безумно красивым таймлэпс-роликом из Заринска. Слабо сделать такое, допустим, в Поспелихе, а в Змеиногорске? Это была Альтернатива, первая еженедельная программа о цифровых технологиях в жизни человека и о людях в цифровой сфере. Счастливо и не будьте нулем в мире нулей и единиц. Не впадайте в электронную депрессию. Все будет хорошо. Правда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...